Мы их не оставим. По всей России протестуют жены и матери военных. Одни требуют обеспечить мобилизованных снаряжением, другие вернуть с фронта их сыновей, мужей и братьев. Большая часть таких обращений от родственниц мужчин, оказавшихся в Сватово в Луганской области, где сформированные из мобилизованных части несут большие потери. Но добиваются ли они результатов? 15 октября семеро родственниц мобилизованных из Брянской области записали обращение к Владимиру Путину. Наших ребят кидают на передовую неподготовленную. 28 октября матери и жены 18 мобилизованных из Московской области пожаловались в военную прокуратуру на то, что их родным, которые бежали с передовой после разгрома под Сватово, угрожают трибуналом и требуют вернуться в окопы. 7 ноября родные мобилизованных из Воронежской области приехали в воинскую часть Богучаря и записали там видеообращение с просьбой вернуть домой родственников, отправленных сначала в Валуйки под Белгородом, а затем и на передовую в Луганскую область. 8 ноября жены и матери мобилизованных из Воронежской, Курской и Белгородской областей провели ночь у военной части в Валуйках. Никто нам помогать не собирается и не хочет. Мы ждем. Женщины рассказали, что их близкие идут от поселка Краснореченская Луганской области в сторону Валуек. Между населенными пунктами 149 километров. Как сообщила одна из женщин из здания Верска, эти мобилизованные попали под артобстрел в районе села Макеевка. По ее словам, речь идет о 159 выживших из четырех бригад. Все они прикреплены к несуществующей части 11.097. Они не выдвигали каких-либо политических требований. Они просто выходили к зданиям военной прокуратуры, зданиям областных администраций и требовали одного, чтобы их родственников не убивали, и чтобы их родственники выжили и вернулись домой. Кто-то из них был подвержен влиянию пропаганды и говорил, что пускай он участвует в этой войне, но делает это на каком-то безопасном расстоянии от летящих ракет и снарядов. Другие говорили, что нет, спасибо вам большое, это все очень здорово, родину защищать, класс, но можно мне его домой вернуть, пожалуйста, потому что у нас там дети, ипотеки, кредиты и так далее. Родственники мобилизованных пытались остановить машины, движущиеся в сторону границы. Они просили, чтобы водители автомобилей вывезли их близких. А на встрече с командованием потребовали организовать для отступающих мобилизованных зеленый коридор и вывезти их в Россию. В результате некоторых действительно вернули обратно в часть. Но на передовой остается еще одна рота мобилизованных из Курской и Воронежской областей. Нам видно и понятно совершенно стандартная ситуация, что родственников тех, кто громче всего кричал, и кто протестовал, и кто выходил, все-таки вернули куда-то в тыл. Куда именно, мы не знаем. Мы знаем, что их отвели с передовой. Собственно, а те люди, которые не выходили, ничего не говорили, сидели, ждали и писали обращения, насчет их родственников нет никакой информации. В Петербурге матери срочников вышли на Дворцовую площадь с требованием вернуться на весь войны. Участницы движения Совет матерей и жен сначала отправляли жалобы на нарушение при мобилизации призыва, но получили отписки. В итоге решились устроить одиночные пикеты. Также мы подавали требования о том, чтобы начались мирные переговоры, потому что мы понимаем, что надо сам процесс, это, конечно, хорошо контролирует все, как какой-то мобилизации. Но хотелось бы, чтобы и президент нашей страны, он делал все для того, чтобы спецоперация все-таки завершилась как можно с меньшими потерями для людей. Например, мать срочника из Томска вышла с плакатом «Мой сын – солдат-срочник под австрелом в Белгородской области и потребовал вернуть сына в часть». Женщин не задерживали, хотя к зданию генштаба подогнали автозак и собрали сотрудников полиции. Мы бы очень хотели, чтобы нас поддержали мамы, папы, сан-солдат-срочник из разных регионов и городов. Это было бы тогда, имело бы результат. Мы хотим достучаться до людей и показать им, что это все работает. Мы добились сегодня приема. Мы добились приема и в штаб военного округа, и в прокуратуру западного военного округа. И у других тоже это получится. Я хочу, чтобы они в нашем примере это увидели. Когда мы все вместе, будет результат. Жительницы Вологды обратились к губернатору региона Олегу Кувшинникову с просьбой вернуть их близких, отправленных в зону боевых действий без подготовки. Пришло время действовать, а не думать и ждать, когда всех порубят. Так говорят эти женщины. То есть, вот это видимое, не прикрытое ничем равнодушие к мужскому населению России. Сейчас это четко видно. Потому что мужчины уходят, их убивают. И, собственно, понятно, что мы там говорим о российских мужчинах, российских мобилизованных военных, не говоря уже о том, что происходит в Украине, разумеется, не на минуту об этом не забывают. Но женское возмущение, я прямо его чувствую не только в себе сейчас, а вокруг. 10 ноября жительницы Белгородской области создали петицию, в которой требуют обеспечить военных водой, едой и боеприпасами, организовать им связь с родственниками или просто вернуть мобилизованных обратно в Россию. Реакция властей пока не последовала. Мужчин не вернули, ну и женщин не задержали. Чуть больше повезло жительницам Курской области. Их даже принял губернатор Роман Старовойт. Но, впрочем, дальнейшей реакции также не было. А вот Свердловские власти починили бойлер жене мобилизованного, которая просила вернуть мужа домой хотя бы на пару дней. Мужа для нее из Елани не отпустили. А вот бойлер сегодня утром подчинили. Спасибо за оперативность главе района. У нас у всех свои дети и свои заботы. И это очень сложно, когда женщины вдруг вынуждены вот так организованно выходить на улицу. Честно говоря, мы не думали, что с нами придет столько людей, но в соцсети безусловно играют очень большую роль. Не зря они сейчас все запрещены в Российской Федерации. То есть какое-то распространение информации очень важно. И, конечно, его очень боится вторая сторона, которая хочет это все максимально на тихих тонах сделать. И да, там ничего не происходит, но подумаешь, вышли какие-то женщины. Как бы то ни было, очевидно, что женщины – это очень большая сила. Это сила, которая может в итоге снести кремлевского старца, посылающего сыновей, отцов, братьев и мужей на смерть. Все, что необходимо – объединиться и действовать вместе. Писать петиции, собирать подписи, обращаться к властям – от администрации района до президента. Выходить на одиночные пикеты и требуется вернуть близких домой. Женское движение – гуманистическое и ненасильственное. По крайней мере, пока гробов не стало слишком много. Остановите войну. Ваш главный враг – это путинский режим. Есть и мягкая сила, есть и феминистическое антивоенное сообщество. Я сейчас просто не буду перечислять все женские сообщества, за которыми я слежу и состою, потому что память у меня тоже девичья, видимо. Это какое-то отдельное качество жуткое. Но не у всех. Но их очень много. Это действительно все так, все действительно происходит, как будто бы это какая-то новая сила, которая появляется, растет, растет и растет. Может быть, не по своей воле, но она явно присутствует, и ее все больше в информационном пространстве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова